По Садовому кольцу летела скорая помощь, а за ней, борясь с лихачами бампер в бампер, шел джип владельца частного конно-спортивного клуба. В институте имени Бурденко скорые уже ждали хирурги, которых мобилизовал владелец другого частного клуба. В эти дни все российские конники сплотились в борьбе за жизнь легенды. Для нее, конечно, лошадь была не спортивным снарядом, лошадь была даже не животным. Это было нечто большее. Ну, может быть, это был ее друг. Это был лучший друг в ее жизни, пожалуй. Как я вот сейчас, перебирая даже многих людей, могу сказать, что да, она к нему относилась как к лучшему другу. Слушай, Валер, а вот представь себе, что ты сбил человека. Ты уедешь или нет? Он так подумал и сказал фразу, которую я запомнил на такой афоризм. Людей как мошек, а свобода одна. И стоит Лена, и это все слушает. И мы смотрим на нее так, как она отреагирует. Брови не повела. Когда мы познакомились, я был в том возрасте, когда у моих ровесников кумирами были совсем другие женщины. Там Джон Байес, там Сьюзи Кватро. В кино это, не знаю, Брыльская, там, может быть, Гурченко. Но для меня однозначно это была женщина номер один. Я был в нее влюблен по каким-то черно-белым фотографиям еще в журнале «Коневодство и конный спорт». Она не просто умна, не просто она знает английский и английский, говорит, блестящее совершенно. И ее интервью, и ее, вот она общалась там со многими. Там же не просто, там был сын Кеннеди. Она звонит маме из телефонной будки. Вдруг она выходит рыдающей из этой телефонной будки и говорит, Абакана больше нет. Ну, это было просто какое-то потрясение для всей нашей семьи. Не то, что она стеснялась. Она не хотела кому-то доставить какие-то неудобства и неприятности. Она всегда вот этого боялась, что из-за нее кто-то будет чувствовать себя неуютно. Или у кого-то будут какие-то неприятности. Или создать какие-то проблемы кому-то. Она не хотела быть причиной вот этих вот вещей. Жизнь – это небольшой приз. Если ты уже поклонился судьям и покинул манеж, то невозможно въехать в него снова и выступить лучше. Хотя ты уже вроде бы и знаешь как. Продолжение следует...